Здравствуйте, мои дорогие друзья и те, кто находится на карантине. С вами я, Отличник Лайф, и я включаюсь в работу. Мы начинаем шестидневные влоги, которые будут выходить на канале каждый день. А шестидневные влоги будут состоять из моего дистанционного обучения дома. Как вы знаете, по всей стране именно в России объявили карантин. Тем самым мы должны самоизолироваться, сидеть дома и выполнять задания на дистанционном обучении. Но это сделано для некоторых школ, у некоторых просто звонки по скайпу, по зуму, где они общаются, контактируют с учителями, ну а мы выполняем задания на Яндекс.Классе. Яндекс.Класс это особая платформа, куда ваши учителя загружают задания, проверочные работы, и вы их выполняете. Количество правильных ответов равняется в процентах. Проценты высвечиваются вам после выполнения работы. По процентам можно определить вашу оценку, которую вам выставят в электронный журнал. Сегодня это именно первый день моего дистанционного обучения в такой вот форме. Форма у нас обучения на Я-Классе. Еще раз повторюсь, начинаем мы ровно с 30 марта. У меня 6-ти дневной учебы, а значит я учусь с понедельника по субботу. Сейчас у меня висит 4 проверочных работы по английскому, по математике, ну и еще одна по какому-то предмету. Мы это посмотрим. Вчера мне уже удалось выполнить 3 работы, 2 по русскому языку и 1 по географии. Скажу вам честно, я так понял, что работы запускают туда не учителя, а компьютер. То есть учителя просто выставляют определенные параметры, например, какой мы класс, какая тема, а уже Яндекс.Класс самостоятельно подбирает задания, которые уже имеются на платформе. Это не есть хорошо, потому что мы выполняем задания однотипные по сути, но все же это же какая-либо форма дистанционного обучения. Это все же лучше, чем ходить в школу и заражаться коронавирусом. Итак, ребята, я думаю, что мы начнем. День первый. Дистанционное обучение. Как вы видите, я подготовился сегодня только к математике, потому что я выполнять буду задания по геометрии и по алгебре. Алгебру мы, кстати, проходим Арксину Саркосину, сатригонометрию. И получается, у меня есть еще задания по английскому языку на reported speech, indirect speech, tag questions and negation. Но я почитаю теорию, потому что толком мы эту тему-то не затронули. Значит, у меня уже здесь есть результаты. Это правоописание гласных корней, думаю, банальное задание, которое я выполнил на 97%. Мука на 100, в принципе, но я все-таки ознакомлялся с работой платформы и все-таки досконально не понимал, что к чему и почему. Ну, тут у нас по географии еще тест был, выполнил я его на 80%, так как один вопрос мне не засчитали, а их всего там было 4. Но не очень такой тест на самом деле. Ну, вот, как вы видите, платформа Яндекс.Класс. Вот вы можете увидеть подобную ссылку, я-класс.ру. Вводите, регистрируйтесь и работаете. Но желательно не регистрироваться, пока вам не скажут сами учителя, либо директоры школы, потому что самодеятельностью подобной заниматься не нужно. Возможно, у вас даже не Яндекс.Класс будет, а какая-либо другая платформа, на которой вы будете дистанционно заниматься с учителями. Как мы видим, у меня здесь висит сейчас задание. Это решение простейшего тригонометрических уравнений. Это самое беглое задание, которое я должен выполнить, потому что его добавили 25-го числа, а закончится оно у меня завтра в 7 часов. Аналогично, как и геометрию, понятие многогранника призма. Ну и желательно сегодня выполнить еще репорт от спич. Ну, вот это, которое у нас решение тригонометрических уравнений, мы это переведем маленечко на завтра. Сейчас я предлагаю проверить теорию, которая у меня написана уже в тетрадях, потом проверить некоторую теорию, которую загружали мои одноклассники в общую конференцию, потому что 17-го числа у меня не было в школе, а мы проходили там новые темы. Но еще некоторые, когда были там свободное посещение, также были затронуты без меня. Значит, у меня здесь есть моя тетрадка, такого серого пошарфанного цвета, в которой записана вся теория по алгебре. Алгебра это у нас роксинусы, значит, уравнение вида косинуса, тангенса и так далее. Короче, я думаю, вам это не надо знать. Мы просто будем выполнять задания, и вы будете смотреть, как я буду это делать, и уже аргументированно смотреть на мой результат. И уже вы узнаете, отличненький я или нет. Ну и по традиции я готов пропиарить свой инстаграм прямо сейчас, собака отличник лайф, вводите и подписывайтесь на мой инстаграм, где публикуются умопопрочительные фото, бэкстейджи со съемок, различные истории важного характера. Ну а помню вам, что мой инстаграм выглядит именно вот так. Вот моя страница в инсте, можете подписываться, смотреть различные фотки. Вот такие, например, как я сижу в аэрофорсах первых на стуле. Ну это очень интересная фотография, я думаю. Но пока мы займемся повторением теории, у нас здесь водичка святой источник. Думаю, надо попить, чтобы речевой аппарат работал. Кстати, советую вам пить полтора литра воды в день, так как это у нас водный баланс восстанавливается в организме, и это нам необходимо. Как мы видим, здесь теория у нас простирается на большое количество страниц, а значит мне ее повторять придется именно с этого. Напомним, что такое y все равно sin x, ее график. Ну графика нам не важна, нам важны именно корни уравнения, как они находятся. Это мы должны полюбить, получается, запомнить. Частные случаи тоже должны мы вспомнить. И все такое прочее, решение уравнений. Я думаю, что у вас абсолютно такая же тетрадка, и не думаю, что вам интересно смотреть на то, как я ее листаю. Поэтому мы сегодня продолжим уже с выполнения работ. Так, думаю, что я уже снова повторил теорию, поэтому мы можем начинать. Значит, заходим на это задание, решение простейших триггернометрических уравнений. Попыток у нас одна, количество заданий 10. О, у нас, кстати, тут есть параграф целый. Перейти к теории по этому параграфу. Хм. А теория-то платная. Интересно, почему? Ну ничего страшного, я думаю, мы начнем уже фрапс. Сейчас я буду фрапсить рабочий стол, чтобы вы видели, как я выполняю эти задания. Поэтому начинаем тест. Значит так. У нас здесь дано уравнение. Реши синус х умножить на косинус х равно минус корень из двух на 2 синус х. И так, мы должны сначала вспомнить, как это у нас решается. Для этого нам необходимо вспомнить абсолютно простую теорию. Не понял. Это мы что, решали? Это как вообще? Это как вот это делать? Как? Вы мне скажите, как? Нет, я просто не понимаю абсолютно. Мне кажется, это абсурдом. Я вот смотрю на это. Как я должен это делать? Вы мне скажите просто. Синус х умножить на косинус х. Равно минус корень из двух на 2 синус х. Наверное, я должен поделить, и синус х сократятся. Значит, у нас остается косинус х равно минус корень из двух на 2. Значит, у нас х равно 45 градусов. Мне непонятно. Воспользуемся службой MathWay. MathWay поможет нам абсолютно легко узнать решение данного уравнения. Нам просто надо сфоткать и посмотреть решение. Давайте посмотрим. Ничего не понял, но очень интересно. Поэтому сейчас попробую сам порешать. Так, уважаемые десятиклассники и выше, и старше, я вроде решил первое задание. Не знаю, как сейчас вписывать ответ, потому что я вообще впервые сталкиваюсь с такой вот системой, когда там типа х равно, а что писать туда, и вообще, что это за знак градус n, мне вот непонятно. Я этого вообще не понимаю. Ну вот как решается обычно это уравнение. То есть, вот я написал в общем виде, затем перенес синус х в левую часть, затем сделал вынос общего множителя, то есть синус х, и получилось у меня, то есть, две скобки. Сначала синус х приравнял к нулю, и получил это как частный случай, и приравнял вот эту скобку к нулю, и получил у меня вот такой вот корень, плюс минус, плюс минус 3p на 4, плюс 2p, n принадлежит z. Слушайте, ну я не знаю, как это сейчас записывать, но это ответ, по сути, должен быть верный, потому что решал я его по теории, но вроде как я понял, как решать эти уравнения, сейчас попробую записать как-нибудь ответ, поставлю цифру 1, вот, ну не знаю, посмотрим. Короче, это тот случай, когда я очень сильно волнуюсь, и боюсь отправить правильное решение, но чтобы нажать кнопку ответ, я не знаю, мне просто интересно проверить, я сейчас рискую трехбаловым заданием, но вроде я все правильно написал, потому что запись 3p по-другому никак не запишешь, градусы n это вообще стандартная запись вот этого вот числа, то есть pn, n, то есть у нас здесь без градусов идет в основном уравнение, но там, видимо, в Яндексе так задумано, не знаю, я очень сильно волнуюсь, но все равно я отправлю, уравнение решил абсолютно правильно, я считаю, вот, давайте посмотрим, вроде, я вроде все перепроверил, вроде все верно у меня должно быть, кстати, тут нет вот этого n принадлежит z, я не знаю почему, но с богом. Так, уже новое уравнение у нас, не понял, угол из четвертого квадранта, вводи как отрицательное число со знаком минус без пробела, но первое задание это как? Да, то есть я не могу пока посмотреть, правильно или неправильно, никак, да? Ну, короче, ладно, если учитель посмотрит мой, в принципе, то он увидит, что ответы я старался писать верно, сделаю, сейчас тут, наверное, заменим синус квадрат x, вот, и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Короче, я допустил ошибку, я понял, что здесь этот знак градусов стоит не просто так, пи, не надо писать в эти скобки, сразу надо пи переводить в число, то есть если здесь был пи n, то вы переводите это как 180 градусов, знак градусов для кого стоит. Короче, я понял, как это делать, теперь я справлюсь с этим заданием на ура. Так, ну, короче, надеюсь. Короче, думал над этим заданием, решил, вроде-то, как нашел теорию по тангенсам именно в интернете, но, скажу вам так, я уже стал осознавать и понимать, что здесь к чему, надеюсь, в принципе, на хороший балл из этого всего. Так, ну, место разложения на множители я тоже, в принципе, знаю, сейчас мы это все сделаем, найдем. Скажу, ребят, вам честно, лучше в школу ходить, блин, ну, вообще, ну, ноль кайфа, я получаю комфорта от работы в интернете. Во-первых, это надо смотреть все внимательно, это надо искать теорию, это тебе не доска, где тебе сразу все объяснят, пояснят и скажут, что в итоге делать. Здесь надо конкретно смотреть, смотреть, где градусы, где не градусы, иначе вы запишите неправильный ответ, еще вы не застрахованы от программного сбоя, то, что у вас там не зависнет компьютер, не вылетит Google Chrome и прочие всякие штуки. Сами понимаете, это все риск, и думаю, что лучше бы было, если бы мы общались по Skype с учителями, но пока не знаю все-таки, что лучше, меня, в принципе, это устраивает, но просто надо приноровиться, потренироваться, и все будет отлично. Пока что я вот сижу делаю и списал уже весь листок от 4 формата, пишу, делаю 4-бальные задания и все такое прочее. Короче, слов у меня нету. Одно вторжение. Так, но уже решаю уравнение в темпе вальса, потому что, в принципе, мне понятна эта тема стала, просто я уже пристрастился к ней, сами понимаете, здесь ничего сложного нету, все у меня идет из конспектов, просто как бы первое мнение всегда ошибочно. Знаете, это будет такое видео, именно градационное. Мы, например, начинали с того, с малого, то есть мы не понимали ничего, и уже к концу 9-го или 6-го задания мы просто really perfect guys, которые выполняют задание на ура. Ну, вообще, я считаю, что это правильное решение, поэтому ответим. Вот. Вот, новое тригонометрическое уравнение, значит, мы его сейчас решим, и уже перейдем, наверное, к новому заданию, или я прокомментирую те, которые у меня есть. В общем, все очень ясно. Короче, сохраняем ответы, а там уже будем смотреть. Вроде как можно еще перепроверить, что-то поменять. Да я вроде как все поменял. Угол из четвертого квадранта введи как отрицательное число со знаком минус без пробела. Ну, четвертый квадрант, это у нас четверти первая, вторая, третья, четвертая, 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 это у нас... Какой угол будет? Наверное, нет, тут нет вообще-то угла из четвертого квадранта. Короче, сейчас посмотрим. Успел я все за час 19 минут, выполнил я на 25,5 баллов, но есть все-таки ошибки. Давайте посмотрим, что это за ошибки. Значит, у меня здесь 2,5 балла. Почему? Так, ага. А что, должно быть какой правильный ответ? Это верно. Тут 225. Обсчитался, дорогие друзья, обсчитался. И такое бывает, ничего страшного. Так, третья. Верно. Плюс 4 балла. Тут у меня... Верно. Так, тут 2 из 2, тут 4 из 4, тут 2 из 3. Что тут? Минус 30. Ага, обсчитался. Так, это совершенно верно. Это 2 из 3. Тут что? А, минус 1, да? Ну, извините, друзья, потому что это задание, мне кажется, можно на 3 засчитать баллы, потому что минус 1 никто у нас вообще не пишет, потому что это всегда пишется минус π. Просто ставишь число минус, зачем писать здесь минус 1? Ладно, это все понятно. Вернемся к проверочным работам. Значит, это я выбрал на 91%. Я очень рад, это 5. Значит, сейчас будем делать геометрию. Короче, слов, у меня нет одни эмоции. Выполнил я математику на 91%. Это 25 с половиной баллов вроде. Сейчас буду делать поднятие многогранника призма. Это у нас геометрия, потому что она у меня по плану на данный момент, потому что ничего иного другого я пока не могу сделать. Там еще есть английский. Английский я, наверное, продолжу делать завтра, либо сегодня, но вечером. Сегодня что-то я не хочу пока английский делать. Вот. Ну, вообще, в принципе, можно и сделать сейчас. Но я, наверное, передохну после геометрии сейчас. Надо сначала математику сюда делать. Сейчас сделаю геометрию. И, в общем, мы продолжим. Как вам сказать, ребят? Вообще-то сложно на самом деле. Но это эмоционально, это легче, чем в школе. Вот вы сидите и просто балдеете на стуле. Вы можете лечь, в принципе. Это такой кайф, это такой комфорт, это расслабонно. Это просто замечательно. Вы ощущаете себя пандой, которая течет, которая плывет по течению реки. Просто, я не знаю, в забвении каком-то, в каком-то балдеже. Панда ощущает себя очень добрым животным. Она ест только кустики можжевельника, там, пихту всякую. Вот, короче, геометрию начинаем делать, и всё. Короче, я прочитал всю теорию, и теперь я начну уже выполнять задания. Как вы понимаете, у нас здесь обычные задатчики. Основание прямоугольный. Прямой треугольной призмы является прямоугольный треугольник с катетами 12-16 см. Площадь и боковой гранер у нас 120 см. Вычислили 100 призмы. Всё сейчас выполним и сделаем в лучшем виде. Поверьте. ПОДПИШИСЬ НА Короче, друзья, кратко подводя итоги этого дня, я, значит, дорешал всю геометрию, вроде правильно, ну, тут я учитывал некоторые задания еще с интернета, в общем, должно быть все логично и верно, по сути, я решал все, исходя из инструкции, тут я нашел по теории Пифагора вот эту вот сторону, затем я это, то и все, кстати, нет, я нашел, я нашел сторону БК сначала, я нашел БК на корень из 73 у нас получилось, потому что мы сложили 8 и 3, это у нас 64 плюс 9, это корень из 73, теперь надо найти эту сторону, по теореме Пифагора мы можем ее найти, если отнимем от 73, отнимем 100 у нас, откуда появилось, то есть это у нас была вот эта сторона, а, это половина этой, значит, мы можем отнять от 4, это 16. Итак, ловкими движениями рук, без какого-либо вмешательства и мошенничества мы решили эти задания за 52 минуты на 18 из 22, давайте посмотрим наши ошибки, что у нас здесь такое, так, я, значит, нашел здесь неправильную диагональ, тут надо было 49 писать, а я писал 7, ну, ошибка, ладно, глупая, это понятно, надо сразу было без корня писать, тут у нас 19,9, надо было сократить, понимаете, я не сократил эту дробь и написал просто 38,18, а надо было 19,9, из-за этого у меня считают это на ошибку, вы серьезно? Тут правильно, тут правильно, тут тоже верно, да уж, весело, наверное. Ну, короче, это тоже на 82%, но я считаю вполне нормально, сколько это? Четверка, наверное. Ну, все, завтра мы продолжим, будем выполнять задания по английскому языку и, возможно, порешаем тригонометрические уравнения, отличающиеся от простейших. Ну, а вам, ребят, я говорю спасибо, спасибо, что посмотрели этот ролик, желаю вам счастья, здоровья, любви, учитесь, не откладывайте на последние, учите даты по истории, если вы ее издаете. В общем, занимайтесь делами на карантине, смотрите фильмы, сериалы и саморазвивайтесь, делая домашние задания. Всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем надеюсь, что пока, до завтрашнего дня, завтра выйдет обязательно новый ролик. Все, ребят, всем пока-пока.